Доброе утро, наши зрители! Спасибо, что вы с нами. Чуть-чуть задержка. Мы начинаем сегодняшнюю нашу рубрику Coffee Online. Вы знаете, что мы вещаем в прямом эфире. Все за правду. Это телевидение иногда задержки бывают. Сегодня у нас в гостях телеведущая, которую мы видели уже в наших себе экранах. Только она уже сегодня появилась в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Ева Бажа, телеведущая, лайв-продюсер, коуч, модель, актриса, ну и блогер, конечно, Жена ведет свой блог в инстаграм. Доброе утро! Доброе утро! Вы прилетели буквально на пару дней и сегодня улетаете. Так получилось, да. Поэтому снова встретимся опять уже с каким-то включением, да? Да, ну конечно, вы нам рассказывали про Грузию. Скажите, где вы живете в Грузии сейчас? В Тбилиси. Если мы говорим о районе, то это с Абурталом. Ну, честно, мне ни о чем не говорит. Это, знаете, Жанна, я сейчас говорю для тех, кто когда-то или бывал в Грузии, в Тбилиси, или, может быть, какое-то время жил. Это очень хороший район. Помните, когда мы делали с вами включение, мы говорили о том, что Тбилиси делится так же, как и Киев, на районы. И вот, если бы вы у меня спросили, где бы лучше останавливаться, если вы собираетесь какое-то время жить в Тбилиси, то это Ваке и Сабурталу, очень комфортные районы. Действительно, мы перед эфиром с вами это проговорили о том, что очень важный момент, когда, например, пара, девушка, парень переезжает в другую страну, возьмем, например, в Грузии, или переезжает на какой-то определенный срок, на год, на два. Вы сказали, что если бы попасть в такое видео, как у нас сейчас, то, возможно, что-то сложилось по-другому. Как вот подготавливаться к такому приезду, если мы планируем прожить какое-то время в Грузии, что нам нужно знать, и как нужно поступать, и что делать? В Грузии, и, в принципе, не только в Грузии, в любую другую страну, когда мы приезжаем, мне, мы с вами делились перед эфиром, мне не хватало каких-то таких советов, которые, ну, не то чтобы я нигде не нашла, я просто не искала. А ко мне никто не пришел и не сказал, слушай, ты вот должна знать вот то-то, то-то и то-то, или вот это делай, а этого не делай, сконцентрируйся на этом, а про это забудь. И мне бы сейчас, вот, скажем так, три года я живу на две страны, и мне бы сейчас хотелось со зрителями, со слушателями поделиться своим опытом. Потому что, когда я приехала, шишек набило много, и, опять же, время потеряно, и вернуть его, в принципе, уже невозможно. Так вот, когда вы приезжаете в Грузию, когда вы приезжаете в Тбилиси, этим опытом делюсь, смотрите, чего я не сделала, сделала немножко позже, немножко в другом объеме. Нужно обязательно сначала найти вот эти все диаспоры. Поддержку. Да. Найти вот этих людей, которые тебя, они могут вам сразу не понадобиться, например, или не понравиться, или они вам покажутся странными, или еще что-то. Это сейчас не имеет никакого значения. Вам просто нужно увидеть друг дружку, расспросить, кто чем занимается, кто откуда приехал, как надолго. То есть создать какое-то комфортное, возможное поле, да, обрасти вот этими вот связями, и тогда будет в дальнейшем легче. Может быть, вам эти контакты вообще не понадобятся, но, как показывает практика, знаете, приходит, когда ты живешь в другом городе или в другой стране, приходит такой момент, когда тебя кто-то просто обязан поддержать хотя бы словом. Это может быть абсолютно чужой тебе человек, но он найдет вот такой вот ключик, и этого будет достаточно даже какие-то 20 минут, и для вас это будет топливо для того, чтобы двигаться и не унывать. Поэтому вот простроить это поле, это то, что нужно сделать, чего я тоже изначально не сделала, и что я хочу посоветовать сделать, по крайней мере, людям, которые связаны как-то там с медиа, шоу-бизнесом, в общем, такие творческие персонажи. Во-первых, есть Фейсбук, он очень комфортен, поэтому нужно посмотреть, что происходит в Грузии, что происходит в Дбилиси, да. Все мероприятия какие-то. И обязательно на первых порах на эти мероприятия ходить, посещать. Вот просто это такой must do, даже если тема не ваша, и вам кажется, что это не полезно. Это полезно своими связями. И вот эти деньги, которые вы будете платить там за вход или там за билеты, они потом вам отобьются, однозначно отобьются. Вот. Опять же, или возможностями, или связями, или новой работой, или это будут друзья, или вообще там, я не знаю, чуть ли не крестные для ваших будущих детей. Поэтому это делать нужно. Еще раз, если вы как-то связаны с медиа, то нужно изучить, что есть на нашем языке. Потому что на грузинском, ну, практически, Жанна, ничего на русском нет, все на грузинском. Ну, про украинский можно и не вспоминать, да? Ну, на самом деле, я вот сейчас на секунду представила, что девушка, которая приезжает, пара, маникюр, стрижка, косметолог, медицина отдельная. Надо всеми этими людьми обрасти, да. То есть лор и так далее, и тому подобное. То есть педиатр. Как вот с этим вот в грузе вообще, вот если вот мы приезжаем, понятное дело, там на две недели, на месяц, у нас есть страховка. То есть, я так понимаю, длительный период тоже работает система страхования. Как вот вы обросли вот этим связям, можно сказать, которые нам, ну, вроде бы приезжаешь, ну, что там доктор, а на самом деле может понадобиться. Да, да. Жанна, вот это тоже одна из моих ошибок, потому что изначально я, когда приехала, я не поставила перед собой задачу. Знаете, никто профилактических докторов не ищет. Мы все начинаем искать доктора, когда уже есть конкретная проблема, а времени мало, вопрос нужно решать чаще всего срочно. Я столкнулась с такой ситуацией, когда мы искали педиатра. Я столкнулась с такой ситуацией, когда лично мне понадобился терапевт. И я спрашивала у грузины, и это было сложно. Это было очень сложно, потому что, мягко сказать, здравоохранение в Грузии, ну, прихрамывает. И, по-моему, на обе ножки. Ну, еще раз, по сравнению с украинским. Да. Почему я так говорю? В Украине ситуация такая. Можно найти своих специалистов, их нужно поискать. И, опять же, если у нас есть финансовые возможности, мы можем пару раз обжечься, а потом уже там на третий, на пятый мы находим своего специалиста. Да, и сарафанное радио никто не отменял. В Украине, скажем так, более высокие требования к медицинскому обслуживанию. В Грузии нет. Они как-то больше тотально, вот, они доверяют всему, они не очень любят докторов, им кажется, что как-то оно само там отпадет, пройдет или еще там что-то происходит. Касаемо педиатра, вот вам пример, Жанна. Я, наверное, 10 специалистов обошла. Огол. Да. И я поняла, что ни один из них, ну, к сожалению, я не могу сказать, что этому специалисту я могу доверить своего ребенка. Это неплохие специалисты. Но у меня маленький сын, ему всего лишь там сейчас годик. Вы недавно был день рождения, день рождения вашего сына. Годик. И сколько год назад вы стали мамой. Мы вас очень поздравляли с этим также событием. Спасибо. Вот, и поэтому, Жанна, я искала очень долго неплохие специалисты, но я 6 лет в Украине вела программу о здоровье. И поэтому я приблизительно понимаю, каким должен быть доктор, что он должен советовать, чего это не должен, на какие моменты он должен обращать внимание, а что пропускать мимо. И когда я прихожу к этим специалистам о медицине в Грузии, консультации, по крайней мере, в 3 раза дороже, это как минимум, чем в Украине. И если вы не являетесь гражданином Грузии, то ваша цена будет еще больше. То есть мы должны на це взважаты на украинском языке. Давайте не будем об этом забывать. Это первый вопрос. То есть так долго я искала. И я вам советую все-таки профилактически решать этот вопрос, а не когда уже клюнет петух в попу. Так что вот это будет наша рубрика, клюнет петух в попу, это будет наша новая цитата. Так что если вы собираетесь отправиться в Грузию на какое-то период времени, сегодня в утреннем блоке мы говорили о фрилансе в разных странах, вот такие вот практические советы от Ева Бажа сегодня о том, что ищите диаспору, ходите на мероприятия, изначально ищите своего доктора. Максимально обзаведитесь поддержкой, пусть даже в первую очередь незнакомых ваших людей, но потом, конечно же, хочется сходить с кем-то, просто даже, наверное, попить кофе, когда грустно и скучается по Украине. Скучается? Очень скучается, очень скучается. Сейчас комфортно тем, Жанна, очень много экспатов появилось, я не могу сказать во всей Грузии, но, по крайней мере, в Тбилиси и Батуми. То есть и мы все вот так кучкуемся. Да, мы все кучкуемся, очень комфортно. Я советую все-таки экспатам начинать не с того, что мы, обычно люди, когда приезжают, мы пытаемся задружиться вроде бы с местными. Я считаю, что это моя ошибка, я пыталась сделать то же самое. Теперь я понимаю и советую другое. Попытайтесь сначала окружить себя людьми, которые близки вам по духу. У вас были одинаковые модели семейные, вы варили вместе с мамой один и тот же какой-то борщ, они лепили хинкали, на Новый год было оливье, еще что-то. Создайте для себя комфортную атмосферу, температура 36,6, и после этого уже выходите вот в этот вот неприспособленный для вас, скажем так, грузинский мир. Потому что между туристом и экспатом огромная пропасть, огромнейшая пропасть. Знаете, грузины, они очень хлебосольные, они очень любят гостей. Но вы же понимаете, праздник имеет свое начало и конец, и праздники заканчиваются очень быстро. Вот Грузия, она для праздника, это самое, наверное, идеальное место в мире. И грузины исторически у них вот как-то, для них гость это самое важное, что есть. Но когда ты там живешь, ты перестаешь быть гостем, ты уже не гость, ты уже человек, который... Гражданин. Да, ты уже гражданин этой страны, да, пусть и без бумажки, но все равно ты гражданин. И грузинов хватает на вот этот вот момент эйфории, праздника. А когда праздник заканчивается, уже ты гость, а я как бы грузин, и все расходятся. Мне всегда интересно, что будет дальше в этих отношениях. То, что действительно, давайте перейдем уже немножко к туристической Грузии, сделаем небольшую паузу и вернемся, что нам сделать Грузии как туристы, что обязательно скушать, как поселить и все-таки насладиться этим уже грузинским гостеприимством. Продолжаем эфир. У нас сегодня в гостях телеведущая Ева Бажина, автор телепроекта «Правдыва», шоу «Лайф-продюсер», коуч, модель, актриса и блогер. Мы говорим сегодня про ее жизнь в Грузии, о том, как сделать ее максимально комфортно. Вдруг вы тоже планируете туда поехать на какое-то время. Но и сейчас все-таки про Грузию туристическую, потому что с каждым годом Грузия становится все популярнее и популярнее. Расширяется полетная программа из Украины в Грузию, появляется много других авиаперевозчиков. И все туда летят, все летят за грузинским гостеприимством, за вкусной едой, за прекрасной атмосферой, очень теплой погодой. Да. Что вот… Я не была в Грузии еще. Как турист. Что я обязательно должна сделать, куда приехать, что посмотреть и с чего лучше начать в Грузию вот в первый раз. Жанна, я советую, если вы планируете попасть в Грузию, то планировать эту поездку еще находясь в Украине. Потому что мест, которые нужно и хочется, и классно было бы посетить, их огромное количество, но нужно передвигаться на автомобиле. И если вы не спланируете это все заранее, вы просто не успеете все сделать. Ну, как бы, как турист планирует? 7 дней, да, там, 10, максимум 14. Ну, в Грузии это очень часто уикенд даже. Даже уикенд. Люди прилетают просто в Тбилиси на два дня. Ну, если, да, если это уикенд, то, конечно, я бы посоветовала остановиться в Тбилиси, посмотреть Тбилиси и его окрестности. Цхета, опять же, да, прекрасное место. И, скорее всего, скорее всего, еще раз, там, я не могу сказать, что это Питер, да, или это Москва. Нет, это не Питер и Москва, но она самобытная очень Грузия. И Тбилиси интересный город. И вот эти, вот, знаете, гостеприимные застолья, это в каком-то смысле, это как экскурсия. Это как экскурсия. Это действительно, грузинское застолье, все его очень ждут и хотят попасть на него. Тут главное еще на него попасть, потому что все меняется, и сейчас, ну, мир тоже не стоит на месте, и Грузия вместе не стоит на месте. И вот этого классического традиционного стола грузинского, о котором так много писали, так много снимали фильмов и все остальное, он, конечно, отходит немножечко на задний план. Потому что это те традиции, которые передавались, ну, скажем так, от деда, да, там, внукам, сыновьям. Да, да, вот эта передача была. И, конечно, Тбилиси, он, ну, не то чтобы не славится такими застольями, он славится, но уже не в такой концентрации. Поэтому для того, чтобы увидеть вот такое традиционное застолье, у меня уже слюни текут, это нужно уезжать куда-то в горы, это надо искать какие-то маленькие села, города, там это все сохранилось вот буквально от истоков. Вот как было, там это еще есть, и найти это можно. А если быстро пробежаться по Тбилиси, я обязательно советую посмотреть старый город, побродить по этим вот улочкам, хотя бы обзорно понимать, что это, что из себя представляет этот Тбилиси. Опять же, эти новые районы, ну, наверное, для туриста за два дня нет смысла вникать, как живут люди, вот общей картинки будет достаточно. Там же в старом городе есть самая старая постройка, это Матехи, это первый храм грузинский, вот, он целый, туда можно, да, он перестраивался, понятно, но туда можно зайти, побыть на службе или просто хотя бы вот обзорно понять, как это все происходит. И все это в пешей доступности. Мост мира, вот стеклянный, да, который мы видим, постоянно ввелись эти дебаты, хорошо это или плохо, ли строили, не строили, а красиво испортил город. Ну, в общем, Тбилисцы и грузины не договорились, украсил этот мост город или он не украсил. Вот эти два кубшина, которые тоже находятся возле этого моста, это планировались такие вот концертный зал, большой красивый концертный зал. Ну, видите, вот прежнее, скажем так, руководство его строить начало, а то, которое было до того, да, ну, сейчас уже оно поменялось, вот, решили, что не хотим мы достраивать, ничего делать не будем. Ну, и, по сути, вот стоит такая штука и не функционирует. Сзади вас была сейчас очень классная картинка из Тбилиси, это был храм Самеба, это храм Святой Троицы, тоже сильное место, при всем при том, что это новая постройка, но она очень-очень-очень особенная. Поэтому, если будет возможность, ну, нужно побывать, да. Итак, я поняла одно, что уикенд это мало, это просто обзорная экскурсия по Тбилиси, как минимум планируйте свое путешествие 7 дней, а то и 10, потому что есть куда выехать намного дальше. В Тбилиси есть прекрасный еще вороноложенный курорт Гудауре, который вы можете посетить и скомбинировать ваше путешествие. Ева, у меня для вас небольшой туристический блиц, я начинаю фразу, а вы ее продолжаете. Лично про вас и про ваше путешествие. Я не переживу, если за весь год я так и не поеду. Отдыхать. Отдыхать. Если во время пересечения границы таможенник на меня будет подозрительно смотреть, я начну. Улыбаться, спрашивать, как у него дела, рассказывать ему смешные истории. А было такое, что вот как-то? Ну да, ну просто, кто такие таможенники? Это такие же простые люди, у которых есть такие же бытовые проблемы. Моя ячейка иногда встала не с той ноги, что-то у него произошло. Нужно коммуницировать, контактировать, как-то находить общие точки. И любой вопрос решается. Да, конечно, там может быть очень такая серьезная глубокая травма, с чем не удастся справиться минуты 15-20. Но тоже можно как-то обойти. Если меня вовремя не заселить в мой номер, я могу? Я могу заселиться сама. Класс. Во время купания в малоизвестном месте меня может испугать? Змея. Я была очень удивлена, когда она собственные глаза впервые увидела. Сейчас вспоминаю, что я там могла такого увидеть. Не знаю, что ответить. Если я окажусь на необитаемом острове, для меня важно что бы? Чтобы там было что покушать. Перед тем, как вернуться домой, я люблю напоследок. Ну, бросить монетку, например, многие любят. Многие любят, забирать какое-то желание, помолиться мужем, поблагодарить. Перебираю, поблагодарить, скорее всего. Поблагодарить. Да, один из таких ритуалов. Когда самолет поднимается в воздух, первое, о чем я думаю? Ура! Мы куда-то летим, мы что-то делаем, мы куда-то передвигаемся. Это счастье. Когда мое путешествие удалось на все 100% после возвращения, я с удовольствием. Планирую следующее путешествие. Куда планируете следующее путешествие? Ну, вот ближайшее, которое сегодня, это в Грузии. Ну, это дом 1, дом 2. Дом 1, дом 2. Да, два дома. Я бы с таким огромным удовольствием слетала бы куда-то в Азию. Ну что, мы желаем, чтобы в этом году обязательно вы отправились в те путешествия, которые запланировали. Все проекты, все сбылось. Будем ждать вскайп-ключений из новых каких-то местечек, там, где можно что-то вкусненько покушать, перекусить, посмотреть. О чем мы обязательно должны знать от Белисси. Спасибо большое, что нашли время в вашем таком плотном графике сегодня перед вылетом посетить наше студию онлайн. И буду ждать еще вскайп-ключений. Спасибо же. До встречи.